День радио 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 Вот. Сейчас мой позывной выглядит вот так. Расшифровывается. Роман 3, Роман Мария. А первый позывной был Роман Антон 3, Роман Мария Мария. Вот. Был такой длинный позывной, выдавался начинающим радиолюбителям как бы. Ну, а потом с повышением квалификации, соответственно, меняются позывные, присваиваются уже высшие категории радиостанции, которые позволяют уже расширить количество диапазонов, увеличить выходную мощность. То есть уже более, скажем, профессионально человек к этому подходит. Существуют соревнования и конкурсы между радиолюбителями, которые проходят регулярно. Заключаются они в том, чтобы найти таких же участников и провести с ними как можно больше радиосвязи. И за каждую радиосвязь начисляют очки. Но в это же время участник соревнований должен провести оценку сигнала и обменяться контрольными номерами. Существуют также соревнования, которые длятся двое суток. За это время Сергей участвовал во многих конкурсах и соревнованиях. Естественно, занимал призовые места. Любительская радиосвязь еще подразделяется на какие-то свои определенные сектора. Кто-то занимается соревнованиями, кто-то занимается поиском радиостанции для получения дипломов. Кто-то собирает редкие страны. Скажем, что в последнее время, чем занимаюсь я, фактически в эфире я бываю очень мало, но только работают с интересующими меня радиостанциями. Это, скажем, те, которые у меня еще, допустим, в моем активе в аппаратном журнале нет. На сегодняшний момент из 340 стран и территории мира у меня установлены радиосвязи с 315 странами и подтверждены карточками 307 стран. То есть вроде бы осталось немного, но эти 25 стран, связь с ними может растянуться не на 10 лет, а может быть и на 20. Есть, допустим, страны, к примеру, остров Петра Первого. Это находится практически в Антарктиде. Есть такие территории, вот они, эти территории, скажем, остались, где или нет радиолюбителей, или радиолюбительская деятельность запрещена. Вот, допустим, у нас сейчас на слуху, скажем, Северная Корея. Вроде бы страна военно-развита, но у них на государственном уровне радиолюбительская деятельность запрещена. Вот все остальное, в принципе, есть в альбоме. Много карточек. Есть, значит, карточки такие, скажем, интересные. Вот карточка из Афганистана, да? Это вот разрушенный дворец Амина, который там, скажем, когда-то наши войска штурмовали. Вот сейчас, примерно, он так выглядит на этом фоне. Вот, скажем, провела связь с радиолюбителем из Афганистана. И вот как бы он сделал вид своей карточки на фоне дворца Амина, допустим. А вы сами выезжали куда-то? Ну, так далеко не выезжал, но у нас есть программа, называется «Заповедник Национальной парки России». По данной дипломной программе мы начинали со своего Воронежского заповедника в 2001 году. Вот. И ездили мы также еще в заповедник в Пензенской области, называется, Приволжье, Лесостепь. А также ездили мы в архитектурный заповедник Девногории. Вот такая есть карточка с таким вот видом. Здесь у нас была команда рассказовских радиолюбителей. Также к нам примыкали там радиолюбители Орла. Рязани приезжали на несколько дней. То есть как бы с познавательной программой посмотреть данный заповедник. Интересный. Каньоны, меловых гор. Все это в Воронежской области, казалось бы, где-то рядом, а вид такой совсем другой территории. Вот примерно такая штука. Есть мемориальные станции в честь каких-то юбилеев там, праздничных дат или траурных дат. Вот, скажем, есть такая карточка, которая была посвящена 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Вот собирались радиолюбители, выезжали, разворачивали там радиостанции, выходили в эфир. Как бы напоминание о том времени, когда случилась данная трагедия. В этой, кстати, трагедии и приняли участие в ликвидации радиолюбителей. Потому что раньше технические специалисты были очень широко востребованы. Была и налажена радиосвязь на месте там, и они занимались управлением робототехники. Изобретенные там в своих НИИ, там всевозможные. Потому что где человеку нельзя было там пройти, вот, по определенным, как говорится, критериям, что высокие уровни радиации, занимались всем роботы. И вот в основном всей этой техникой управляли инженеры и также радиолюбители. Собрал Сергей такую коллекцию карточек за 14 лет. Ну, а тут карточки так вот с разных стран, допустим, вот Вьетнам. Карточка, была радиосвязь с Вьетнам. Вот, не одна. Такие редкие страны, которых мало кто слышал. Страна Сьер-Леона находится в Африке. Вот, можно только где-то в новостях услышать про какие-то там ЧП всевозможные. Какие-то приезды. Ну, да. Вот. Ну, вот в Карибском море, скажем, остров такой Куракао называется. Вот. Там американец туда выезжает. Вот. Страна такая, кто называет Барбадос, кто Барбадос. Вот. Тоже примерно там же. Ну, вот карточка из такой страны, которая называется Лисотто. Ну, вот. Очень много вот карточек у меня есть из Японии. Японцы вообще, у них любительство развито очень широко. И как бы одни вот из таких людей. А как вы с ним общаетесь? Азбукой Морзе? Ну, по азбуке. В основном я работаю азбукой Морзе. Вот. Ваша радиостанция мне представляется чем-то вот огромным, да? По слову, станция. Покажите нам ее. Хорошо. Пожалуйста. Вот так вот выглядит радиостанция современная. Уже не самодельная. А самодельная гораздо больше? Ну, самодельные были. Примерно такого же размера, чуть больше были. И гораздо большего вида плана. Это уже радиостанция японского производства. Ну, вот. Уже с очень большими параметрами и возможностями. Ну, скажем, включим мы сейчас с вами какой-нибудь диапазон. И послушаем. Так вот разговаривает радиолюбитель. Да, криви стали немножечко. Радио Мария, кто последний был? На прием. Роман 3, Роман Мария. Роман 3, Роман Мария. Да, да. Записал. Роман 3, Роман Мария. Там вовсе. Записал. Да, принято, Юр. Да, все нормально, в принципе. Ну, примерно так вот выглядит связь. А сейчас мы увидим, как общаются с помощью азбуки Морзе. Сейчас найду кого-нибудь. Вот помогает программа радиолюбительский. DX-кластер. То есть здесь выкидывают станции, допустим, в интернет, которые работают сейчас в эфире на определенных частотах. Вот нам отвечает сейчас радиостанция Швеции. И что отвечает? Здоровается, приветствуй. Так долго? Ну да, это же... Попробуемо? Получено, да. Дает нам оценку сигнала 599. Ну, имя, город, откуда работает там. Как мы видим, даже в радиосвязи корни уходят в советские времена, когда, будучи мальчишками, выходили в эфиры и радовали всех слушающих своими стихами и песнями. Если вы вспомнили забавные случаи с детства и можете показать вещи советского периода, звоните по телефону 22 542, и мы обязательно познакомим телезрителей с вашим приветом из советского прошлого. АПЛОДИСМЕНТЫ